Северный город Нас приветствовала новым, уникальным общественным пространством парка «Маяк». Это прогулочное место на побережье Охотского моря, где можно полюбоваться закатом под шум прибоя, комфортно уместившись на одной из качелей или на многочисленных лавочках. Тут проводят вечера влюбленные пары и активно отдыхают всеми с детьми. Строительство парка закончили в конце 2019-го. Мы благоустроили его и полностью реализовали проект в начале теплого сезона. Весна для всего мира стала знаковым событием. В этом году отмечали празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице Колымы к знаменательной дате подготовили и провели немало мероприятий. Главный посыл – уважение к участникам Великой Отечественной войны. Во внешнем облике города также остался след со дня юбилея. Город украсили тематической символикой и портретами героев Колымы. На въезде в Магадан установили памятник героя Малсиба. Скульптура, где российские и американские летчики пожимают друг другу руки на фоне крыла боевого самолета. Мемориал стал главным приветствием гостей и жителей областного центра. Памятную композицию установили в честь подвига личного состава 1-й перегоночной краснознаменной авиадивизии Гражданского воздушного флота авиатрассы «Аляска-Сибирь». В войну летчики перегнали из Аляски в Сибирь 8 тысяч боевых самолетов. Маршрут перелета пролегал через Магаданскую область. Этим подвигом отчаянные герои, в том числе и из Колымы, внесли значимый вклад в победу над фашистской Германией. Летняя пора дала старт большой стройке. От развязки 31-го квартала до моста в районе автовокзала уложили новый асфальт и облагородили прилегающую территорию. Установили новое освещение. 45 граненных фонарных столба помогут не сойти с пути в темное время суток пешеходам и автомобилистам. Кроме центральной улицы в этом году обновили дорогу и прилегающую территорию по улице Парковая. Многочисленные колодцы вдоль дороги утопили в уровень асфальтового полотна. Также проложили тротуар и заменили окантовку на новый каменный бордюр. Улицы Парковая уделили особое внимание. От ценной истории архитектурных зданий с многочисленными фресками и башней со знаменитым шпилем, построенный в 1954 году, будут рассказывать информационные таблички. У подножия архитектурного наследия реконструировали тротуар. Проезд от городского парка обновили в рамках проекта «Пешеходный Магадан», который был инициирован мэром Юрием Гришаном в 2017 году. В 2021 году начнется благоустройство пешеходной зоны вдоль четной стороны домов проспекта Ленина от Портовой улицы до здания с часами. Это лишь часть улучшения Магадана. У города есть еще целый ряд проектов. Некоторые уже сданы, другие в работе, а третьи начнут свою реализацию в 2021 году. Мэр Магадана Юрий Гришан ответил на вопросы слушателей в прямом эфире «Авторадио». Одной из тем стало подведение итогов 2020 года. Городоначальник рассказал о своем отношении к должности мэра, а также о процедуре прошедших выборов главы муниципального центра. Я оценил ситуацию. Действительно, сейчас очень жесткая финансовая политика. Очень сложно быстро выполнять те задачи, которые ставят национальные проекты. Здесь нет времени на раскачку. Здесь нужно действительно все взвесить. Те люди, которые там 30 человек на второй тур подали заявление, я вот на них смотрел, многих, больше половины я знаю этих ульяний. Я бы хотел все-таки послушать этих людей. Может быть, какие-то есть интересные вещи, взять их для повседневной работы. Вот кого-то, может быть, там есть молодежь, мы поставим в резерв в кадровую мэрию. В мэрии Магадана есть должности, где можно тоже себя проявить на благо города. Глава областного центра отметил, что самое главное – это услышать, что хотели бы привнести другие кандидаты в мэры в своих программах. По словам городоначальника, предложенные идеи ему интересны, и такой диалог должен состояться. Выставку «Центр вращения» провели в Магаданском областном краеведческом музее. На ней представили часть огромного пласта музыкальной культуры второй половины 20-го столетия. Все это воплощено в виниловых пластинках. Состоит выставка из четырех тематических разделов. Каждый посвящен определенному музыкальному направлению. Здесь и джаз, крауд-рок, прогрессивный рок и психоделика, а также классический рок. Выставка действительно уникальная. На моей манте это вообще первая выставка, посвященная музыке. То есть были музыкальные вечера, были другие какие-то формы, но выставка в таком формате, такого содержания и такого характера, она вообще, мне кажется, первый раз проходит у нас в городе и в области. Добро пожаловать на выставку. Выставка открыта. Всем рок! Саксофон и гитара, мотоцикл, одежда и интерьер того времени украсили экскурсионный зал. Сама идея выставки зародилась около года назад. Местный магаданский коллекционер хотел показать свои редкие издания винила. Как отметил оператор выставки «Центр вращения», путь создания такого мероприятия был непростым, но работа в команде очень помогла. Что касается идеи вообще выставки, то есть винил, как сама пластинка, если говорить об этом, то есть это не эпоха прошлого, как многие думают. Если вы знаете, история она цикличная и постоянно повторяется. И сейчас молодежь действительно начинает покупать заново винил, играет на этом, проигрыватели покупают, то есть все повторяется постоянно. И, соответственно, мы хотели просто отдать такую дань уважения, то есть вот той эпохе, которая уже ушла, но потихонечку начинает возвращаться. И мы тем самым своими усилиями хотим ее потихонечку вернуть как раз, вот такими вот выставками в том числе. По словам организаторов, многие музыканты повлияли на всю современную популярную мировую музыку. Сами организаторы выставки тоже музыканты, поэтому им стал интересен такой проект. Кроме виниловых пластинах, плакатов рок-исполнителей и книг музыковедов, в зале можно увидеть старинные и современные проигрыватели. На выставке «Центр вращения» есть две фотозоны. Одна из них огорожена от основного зала. Здесь можно посмотреть клипы рок-музыки и джаза и насладиться музыкальной эпохой 60-70-х годов. Выставка популярной рок-музыки и джаза продлится в Магадане до 20 марта. Чтобы ее посетить, заплатить нужно только за вход в музей. Демонстрация музыки является бесплатной. Создатели проекта «Центр вращения» будут рады увидеть магаданцев на выставке. Директор Магаданского областного краеведческого музея отметил, что все посетители получат от экспозиции заряд положительных эмоций. В кинотеатре «Горняк» команда авиационно-технического центра «Дельта-Авиа» провела итоговое представление «Небо для всех». Детей наградили за победы в летных соревнованиях на обучающих тренажерах и в спортивных состязаниях стрельбы и звука. После гостям показали видеоролики на тему авиации и подготовили новогодние сюрпризы. Как итоговое мероприятие у нас должно было произойти авиашоу. Запланировано было. Но в связи с запретом массовых мероприятий, к сожалению, оно не состоялось. И мы по согласованию с фондом приняли решение произвести в другом формате. То есть мы четыре дня организуем авиапоказы, новогодние поздравления наших участников проекта. С вручением подарков, призов, раздаточного материала. И также в спорткомплексе «Энергия» у нас проходит выставка. Она еще будет проходить, думаю, недели три. Бесплатно можно прийти, ознакомиться с характеристиками воздушных судов. Директор и преподаватель авиационно-технического центра «Дельта-Авиа» Василий Шарбур обучает детей в Магадане с 2016 года. С помощью поддержки регионального правительства потенциальные юные летчики могут заниматься авиационным обучением на специализированных тренажерах. У нас в регионе появился тренажер, который вы видели тоже на экране. И теперь и тот аппарат, о котором вы тоже говорили, в рамках «Народного неба» проекта. Вообще мне начинается название проекта, который Василий придумывает. «Народное небо. Небо для всех». Это действительно говорящие названия, которые говорят о желании прикоснуться к небу всем желающим. Я желаю процветания вашей организации. Уроки по авиационному мастерству проводят в спортивном комплексе «Энергия». Обучение реализуется при поддержке коммерческих спонсоров и федеральных грантов. Совместно с региональным правительством авиационно-техническому центру удалось приобрести безмоторный летательный аппарат «Планер». Скоро «Дельта-Авиа» откроет юношескую школу полетов на планере, куда можно будет записаться детям с 12 лет. Три, два, один, огонь! Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с новым 2021 годом. Открывается новая страница нашей жизни. Минувший год был сложным. Весь мир встал на борьбу с пандемией. Мы учились жить в новых условиях. Перестраивали формат работы учреждений. Вместе решали задачи, направленные на развитие города и страны. Несмотря ни на что, магаданцы жили активной жизнью. Введены детский сад номер 5 «Экванториум». Активно строится школа в Снежном. Скоро встретит пловцов новый бассейн на Октябрьской. Мы успешно обновляем дороги. В 2020-м Магадан вновь стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды с парком Дюкча. Работаем над второй очередью парка «Маяк», ставшего визитной карточкой территории и местом притяжения горожан. По итогам года одна из магаданских школ оказалась в сотне лучших в стране. Наши творческие коллективы стали победителями десятков онлайн-конкурсов в разных уровнях. Радовали успехами и спортсмены. Впереди новый 2021-й. Уверен, он подарит нам еще больше поводов для гордости и радости. Но в первую очередь пусть он станет годом здоровья и победы над пандемией. Желаю каждой магаданской семье, каждому земляку счастья и благополучия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова